Сегодня вместе с вами мне хотелось бы поразмышлять над важной темой. Однажды я думал вместе со своим другом. Мы беседовали и говорили о состоянии церкви. И как-то мы наткнулись на слова, которые записаны в Евангелии от Луки. 13 глава, 22 и по 30 текст. И он задал мне вопрос. А много ли будут спасенных? Если мы основываемся на этих текстах, то мы видим с вами. И я приглашаю вас сегодня открыть Священное Писание. И вместе со мной проследовать и совершить то небольшое путешествие. Вместе с Иисусом, Великим Учителем, в свое время, когда Он был с учениками, посмотрите, что говорит им. Итак, Евангелие от Луки, 13 глава, с 22 текста мы читаем с вами. «И проходил по городам и селениям, учая и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, открой нам!» Но Он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от Меня, все делатели неправды! Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон! И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем!» И вот есть последние, последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Как хорошо ощущать себя первым! Всегда люди стремятся быть первыми, но в данном случае мы читаем, что первые будут последними, а последние будут первыми. И сегодня вместе с вами мне бы хотелось поразмышлять над этими словами, «Потому что здесь сказано не только о том времени, когда жил Иисус, не только о тех людях, которые жили в Его времена, но и о нас с вами, о нашем времени, «Потому что здесь речь идет о пришествии Христа, речь идет о людях, которые живут в преддверии пришествия Христа, а это мы с вами». И я бы хотел обратить ваше внимание на слова, которые здесь Христос говорит, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Многие поищут, и что интересно, написано, что найдут. Но даже из тех нашедших, я был удивлен, когда начал глубже исследовать эти слова. И посмотрите, я еще раз хочу обратить ваше внимание, «Поищут, многие поищут войти, но невозмогут». Вот это слово, которое мы читаем, «Подвязайтесь», оно, конечно, если так внимательно посмотреть, есть в Священном Писании еще одно слово, которое только один раз встречается. Это слово, которое Христос в жизни своей испытал, пережил. Он пережил, там, в Гемсиманском саду, написано «агонию». Еще больше это слово мы нигде не встречаем. Вот если бы каждый из нас в поисках Христа пережил бы эту агонию, если бы каждый из нас подвязался бы в поисках Иисуса Христа и вошел бы через эти двери или ворота. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, как Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 9 стих. «Я есть дверь, и кто войдет мною, тот спасется». Если бы каждый переживал то, что пережил Иисус в целях или в стремлении спасти человечество, он переживал агонию. Если бы каждый, находясь в поисках спасения, переживал ту же агонию, имел бы совершенно другие отношения, имел бы совершенно другое настроение и совершенно по-другому посещал и храм, церковь, богослужения. Итак, кто же может быть спасен? В 24 стихе мы имеем этот ответ. Это те, кто делают все возможное, чтобы знать Иисуса, которые прилагают все свои силы, даже переживают агонию борьбу, агонию борьбу только для того, чтобы быть ближе к Нему. Это люди, которые дисциплинируют себя в том, чтобы ежедневно читать Библию, молиться, благовестствовать окружающим о спасающей любви Божьей. Вестница Божия в свое время писала, «Каждому члену церкви необходимо осознавать, что спасение его души зависит от его личных усилий. Души не могут быть спасены, если для этого не прикладывать необходимых усилий. Немногие имеют горячее желание найти Бога, напрягая все свои силы, когда волны неописуемого, невыразимого отчаянно грозят снести пучину молящего, как мало тех, кто в такие минуты непоколебимой верой покоится на обетованиях Божьих». Хотелось бы обратить внимание еще раз, почему многие, которые ищут или находятся в поисках Христа, в поисках спасения, вознемогут. Ведь спасение, фактически, Священное Писание говорит о том, что оно доступно и реально для каждого человека. Многие приходят. И я хотел бы напомнить вам одну из притч, которые в Священном Писании написано. Вы знаете, жизнь многих верующих похожа на то, как хозяин пригласил к себе в гости, пригласил к себе, чтобы вместе радоваться с людьми, со своими приглашенными гостями. Но некоторые из приглашенных так и не вошли. Они остались или остановились до порога. Там у порога они остановились и наблюдали извне, что, что происходило там внутри. Войти не решились, а вернуться домой не захотели. И некоторые, возможно, порывались зайти время от времени в дом к хозяину. Но после решили, что хозяин будет доволен и тем, что они находятся и даже у порога. Сегодня мы наблюдаем иногда даже такую картину, такое явление, когда люди приходят как будто в церковь, но в то же самое время они находятся там, где-то на улице. И говорят, мы все слышим, мы все видим. И посмотрите дальше. Проходили часы, а в жизни годы. Они так и привыкли находиться у порога, что уже перестали думать о том, что все-таки хозяин-то ждет их внутри. И вдруг мы видим, ситуация меняется. Хозяин встает и закрывает двери. Он запирает двери изнутри. И когда хозяин встает и затворит дверь, станете стучать, написано. В двери будете стучать и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но Он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Как же так? Столько времени с вами. И посмотрите дальше. Иисус, как будто предвидя то, что люди будут думать и говорить, Он наперед уже сразу говорит. Наступает момент, когда хозяин дома не может больше ждать. Он встает из стола и запирает дверь. И те же приглашенные, которые привыкли видеть дверь, как всегда, открыты, вдруг осознают, что находятся снаружи. Это повергает их в шок и вызывает в них бурю негодований. Это люди, эти люди искали Царство Божие и даже нашли Его, но не захотели приложить все силы, чтобы войти в Него. Недостаточно просто искать. Недостаточно просто найти. Необходимо отдать все силы всего себя, чтобы войти в Него и бороться изо всех сил, чтобы остаться в Нем. Богатый юноша искал Царство Божие, искал спасения. Он даже пришел с главным вопросом, над которым задумываются многие люди. И помните, что он сказал Христу? В своем обращении он как будто был готов. и его обращение говорит о том, что он находился в поисках спасения. Что мне делать, учитель? Что мне делать, Господи, чтобы наследовать жизнь вечную? И посмотрите, Христос говорит ему те шаги, которые необходимо сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. И тогда юноша возрадовался, сделал все, как сказал Христос. Так было? Конечно, нет. Читая Евангелие, мы видим, что происходило. Мы видим, что делал этот юноша. Оказалось, что ему не хватало еще немного. Не хватало ему главной в жизни веры. Он не приложил никаких усилий для того, чтобы сохранить эту веру как дар, данную Богом. И повернулся, и ушел. И я больше не читаю, чтобы этот юноша вернулся обратно к Иисусу. Есть многие люди сегодня, которые говорят, я хочу, хочу быть спасенным. Я хочу прийти, я хочу получить. Но в то же самое время они не готовы отдать все. именно это и есть цена Царства Божьего. Она стоит всех наших сил. Это Иисус показал также и в двух следующих притчах. В двух притчах автор подчеркивает не сам факт находки в Евангелии от Матфея 13 глава 44 и 46 тексты. Вот в этих нескольких текстах есть две притчи. Притчи о Царстве Божьем. Человек который нашел сокровище что он сделал? Написано что пошел и продал все все что имел все продал чтобы выкупить вот этот кусочек земли где находилось это сокровище. как важно чтобы мы с вами также смотрели на принцип Царства Божьего. И заметьте Иисус Христос говорит одну притчу за другой чтобы тут сознание людей что-то поменять и показать людям что нет ничего ценнее нет ничего важнее в этой жизни чем Царство Божье и чтобы человек был готов в этой жизни отдать все лишиться всего чтобы найти самое главное чтобы не потерять самого главного чтобы в то же самое время приобрести все нам кажется что мы когда что-то отдаем чем-то мы жертвуем мы многим жертвуем и один мужчина подходит что мне делать спрашивает пастора что мне делать чтобы спастись и тут пастор пишет и говорит тебе нужно отдать то что у тебя есть отдать Богу ну что у меня есть да у меня есть 10 тысяч долларов в банке на счету это нужно отдать Богу чтобы получить ну давай я запишу и он пишет 10 тысяч долларов этот человек жертвует для Господа еще что у тебя есть но больше ничего не имею и это все ну еще есть где-то 4 доллара здесь в кармане и он пишет еще 4 доллара еще что у тебя есть ну больше у меня ничего нет разве что только жена и дети ну хорошо пишем сюда он отдает для Господа жену и детей подождите а что я должен все отдать да чтобы получить у Господа спасение получить от Господа спасение тебе нужно отдать все и не только жену и детей но и себя отдать и только через некоторое время беседуя с пастором он понял конечно Богу не нужны ни деньги ему не нужна власть ему не нужна территория все что ему нужно это вот территория нашего сердца все что ему нужно это человек чтобы открыл свое сердце и посвятил себя Господу и принял его царство эти же люди из притчи о ждущем хозяине не желают прикладывать никаких усилий для царства Божьего они вероятно ждут чего-то может быть того что хозяин сам выйдет и заведет их внутрь дома именно о таких людях писала свое время Элина Уайт с другой стороны есть и такие которые вместо того чтобы способствовать к улучшению возможностей сегодняшнего дня в безделье ожидают особого времени духовного пробуждения что сделало бы их более способными в работе для других они пренебрегают своими обязанностями и преимуществами и позволяют чтобы светильник их жизни горел тусклым светом в то же самое время еще ожидают такого момента когда не прикладывая никаких усилий со своей стороны они получили бы особые благословения которые принесли бы в их жизни реформу и приготовили для служения книга Деяния Апостолов страница 54 вот то состояние которое описывает Вестница Божия это состояние многих жителей сегодня это состояние к сожалению многих называемых верующих сегодня которые привыкли быть не членами посвященной семьи Божьей но просто прихожанами которые приходят и уходят и где-то там у порога останавливаются и думают что они что-то услышат что-то увидят что-то попробуют но в то же самое время остаются пустыми когда они слышат что дверь заперта когда они видят что нет больше никаких шансов они начинают стучать в двери и говорить Господи Господи отвори нам люди стоящие снаружи не успокаиваются и не смиряются с создавшим положением они стучат и требуют им открыть я не случайно говорю что требуют и так эти люди не просто просят осознавая свою ошибку они дерзко требуют чтобы их впустили и причем срочно они полагают что заслужили полное право находиться внутри дома так как получили приглашение и провели немало часов у порога дома хозяин но хозяин говорит отойдите я вас не знаю делающие делающие неправды я не знаю откуда вы другими словами Христос говорит я никогда не имел с вами никаких отношений вы никогда не прилагали усилий чтобы знать меня находиться в общении со мной вы были всегда недалеко от меня но никогда не были со мной быть рядом это еще не значит что быть со Христом многие апостолы на протяжении многих лет слушали проповеди Христа и когда Христос оказался там в этом Гефсиманском саду он нуждался в помощи он нуждался в людях которые были бы рядом с ним и где они были это те которые были очень близко к Иисусу всегда были рядом но в тот момент где они были там где-то недалеко но не с ним и даже тогда когда Христа вели уже вели уже к тому чтобы вынести приговор где были апостолы были рядышком они были со Христом там где-то рядышком но не со Христом и он был один он один который переживал и проходил эту тропу жизни но сегодня у нас есть надежда когда мы идем по этой жизненной тропе он говорит я с вами я хочу быть с вами но вы должны приложить усилия вы должны иметь такое же желание вы должны позволить мне войти в вашу жизнь чтобы изменить чтобы не дожили до того времени когда вы будете стучать но никто не отворит никто не откроет и будет там плач и скрежет зубов где мы сегодня внутри или снаружи вошли ли мы через эту дверь что значит войти через эту дверь это значит признать Христа хозяином твоей жизни это значит полностью все отдать в руки Божьи потому что Христос есть дверь тот кто пройдет им тот кто пройдет с ним тот и действительно заслужит право войти вечный город воротами окончательное решение принято хозяином отойдите это говорит о том что это окончательное решение обжалованию не подлежит там будет плач и скрежет зубов когда увидите Авраама Исаака и Яков и всех пророков в царстве Божьем о себя изгоняем и вон песница Божия пишет мы живем с вами в последнее время когда дверь благодати Божьей еще открыта для нас еще есть возможность войти в нее если конечно же к этому мы приложим все свое старание не топчитесь у порога и приложите все усилия для того чтобы иметь с хозяином личные отношения мы не знаем когда хозяин дома встанет и затворит дверь но поймем это когда окажемся или снаружи или внутри о если бы это слово предостережение воспламенило ваши души готовьтесь готовьтесь трудитесь пока еще день ибо когда наступит ночь никто не сможет трудиться тогда выйдет повеление нечистый пусть еще сквернится и святый да освещается участь каждого будет решена немногие очень немногие из большого числа людей населяющих землю будут спасены для жизни вечной тогда как масса человеческие не осветившие души послушанием истине будут обречены на вторую смерть о спаситель спаси искупленных твоей кровью это искренний вопль моего терзаемого сердца пишет вестница Божья дорогое собрание уважаемые гости братья и сестры наступило то время Христос свое время говорил наступает то время и уже наступило и апостолы также проповедовали наступило то время когда каждому из нас нужно принять решение либо мы будем там у порога вне либо мы будем внутри наслаждаться теми благословениями приготовленными небом для нас и мне бы хотелось чтобы сегодня каждый из вас был подобен тем тем из притч библейских которые найдя сокровище готовы были отдать все а самое главное сокровище это слово надежды это слово благословение если вы нашли это сокровище не потеряйте держитесь вечной жизни ищите возможности чтобы каждый день каждый божий день данный нам для жизни чтобы мы вместе с вами имели новые и личные взаимоотношения с хозяином дома не кто-то другой а вы лично каждый лично что был знаком с этим хозяином большое значение имеет когда вы подходите через кого-то кому-то а также когда вы проходите приходите напрямую рассчитывая на дружбу рассчитывая на признание наш Господь Иисус Христос ждет каждого из нас и в этой притче он обращался тогда людям которые казалось бы знали Бога и многие годы ходили в синагогу и там на месте но так и не узнали хозяина и не позволили ему открыть эту дверь пусть Господь благословит каждого из нас чтобы мы были не вне а внутри аминь аминь